Верится в то, что чудесное что-то случится. Только в слаженном дуэте педагога и воспитанника можно добиться результатов, уверены сотрудники центра. Здесь не только оказывают медпомощь, но и развивают творческие способности своих учеников. Например, вокальные данные. Ни один праздник в этих стенах не обходится без песни. Эту традицию на юбилей вспомнили и сами выпускники. Когда ты находишься в младшей и средней группе, ты, естественно, скучаешь по родителям. Когда ты уже становишься старше и переходишь в более раскрепощенный коллектив, уже становится весело, уже домой не хочется. И в прошлом году, когда у нас был выпускной, все плакали, плакали учителя. Полностью излечить болезни дается не всем, но научиться с ней жить может каждый. Работники центра помогают детям поверить в себя. Мария Андрощук хотела стать журналистом, но это стремление могло бы так и остаться, просто мечтой. Так сложилось, что два, я не попала на бюджетное место в этот факультет. И так как попадала только по коммерции, по своим баллам, денег нет, и на нашей семье таких. Помощь пришла из центра. Работники нашли спонсоров, и теперь девушка учится на третьем курсе журфака. Своим примером выпускница дает надежду тем, кто еще в начале пути. Своировки и шаги дети делают под присмотром врачей. За 20 лет центру удалось собрать всех специалистов, необходимых для реабилитации. То есть выбираем какую-то цель, на которую стараемся направить усилия всех специалистов. И медицинских специалистов, и логопедов, и дефектологов, и педагогов и так далее. Для того, чтобы конкретный результат получить у этого ребенка. Успех этого учреждения говорит о том, что пришли люди неравнодушные, которым не безразлична судьба этих детей. Каждый старается этому ребенку дать то, на что способен он сам. Занятие творчеством – тоже часть лечебного процесса. Музыка развивает воображение, рукоделие, моторику. По словам Антонины Бондаревой, главное – увлечь ребенка. У нас девочка была, которая работала только одной рукой. А когда она начала делать несколько рядов влево-вправо, она увлеклась, и у нее все получилось. Она потом сидит и говорит, Антонина Павловна, какая у меня рука не работает? То есть она уже забыла. И она начала рука у нее работать. Мальчишки с удовольствием мастерят гобелены, считая это соревнованием. Девочки шьют наряды для кукол. На художественных занятиях преуспевают все. Многие из этих работ воспитанники рисовали с помощью ног или держа кисть в зубах. Ребенок, который попадает сюда в достаточно сложном физическом состоянии, отсюда, как вы видели, выходит на своих ногах, учится, получает профессию. То есть становится полноценным гражданином нашего общества. И в этом, наверное, уникальность этого центра. Из стен центра вышел не один художник. Гордо рассказывают педагоги. Многие воспитанники прямо здесь получили профессию парикмахера или швеи. Анастасия Кованцева, Юрий Бабенко. Главное новости. Продолжение следует.